Меня зовут Михаил Килько. Мне 30 лет, 28 из которых я прослужил на флоте. Недавно наше судно потерпело крушение в реке Тухлянка и меня отправили в отставку. После отставки я пытался найти себя в жизни. Скитался по улице, воровал в магазине. Но недавно ко мне пришел мой друг и показал мне игру World of Warships. Я решил попробовать. Проходи миссии и прокачивай ветки развития кораблей. Стань непобедимым бойцом. World of Warships – командная и единственная массовая онлайн-игра про военно-морской флот 20 века. В командах состоит от 7 до 12 человек в зависимости от типа сражения. Всего их 5. Случайный бой, он же рандом. Кооперативный бой, игра против ботов. Операции, продвинутый ПВЕ режим и два сезонных соревновательных режима – ранговые и клановые бои. Игра распространяется абсолютно бесплатно и в нее комфортно можно играть без вложений. В игре представлено более сотни легендарных кораблей, включая знаменитую Аврору. Качай World of Warships бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Получай подарки за регистрацию, крейсер второго уровня Диана, 3 миллиона кредитов и 500 золота. Увидимся на судне! Привет, ребят! Я Саша Жучкин. И сегодня мы с вами проведем нереально крутой эксперимент. Как вы заметили, на YouTube полно фудблогеров, но мне кажется, что они не объективны. Во-первых, им могут заплатить за рекламу, а во-вторых, просто бесплатно доставить еду. Но с нашим сегодняшним гостем невозможно договориться и невозможно повлиять на его выбор. Сегодня я куплю 4 бургера из 4 разных мест и дам это попробовать дворовой собаке. С ней нельзя договориться. Дворовая собака – это лучший фудблогер. Ну а с выбором бургерных мне поможет мой друг Макс Бранд. Он лучше всех в мире знает, где самые лучшие бургеры. Макс, алло! Привет, Сашка! Привет, Сашкины подписчики! Не мог не откликнуться на просьбу друга о помощи. Тем более я в этом шарю. Итак, я хочу, чтобы в этом выпуске собака дегустировала 4 бургера. А именно 2 хайповых – это Соболев бургер и что-нибудь из Блэк Стар бургера. Ну и 2 классики. Первый пускай будет – это гамбургер из Макдональдса. Ну и второй – это бургеры с мясом на гриле из Бургер Кинг, например, Воппер. Очень интересно, как собака их продегустирует и что выберет в качестве лучшего. В общем, узнаем в конце ролика. Сашка, удачи! Ну что, ребят, мы определились с бургерами. Спасибо большое Максу Бранту. И быстрее идем их покупать, потому что собак голодные. Бургер один. А можно без соуса? Без соуса? Да, можно вообще просто булку и мясо. Ничего не надо, только булку и мясо. Мне Воппер, будьте добры, значит, без всего, без всего, только с мясом. Это для собаки. Мне, будьте добры, пожалуйста, гамбургер. Но с одним условием. Мне нужно только булка и мясо. Только булка и мясо, больше ничего. Вот, это все. И с собой. Нам нужен соболи в бургер. Да, 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 без всего, только булка и котлета. Это для собаки. Просто пожарьте так, как собаке будет лучше. Я не знаю, наверное, полностью. Ну что, ребят, вот 4 бургера из 4 разных мест. Это у нас, получается, Бургер Кинг Воппер. Это Макдональдс Гамбургер. Это Соболев Бургер. И мой любимый золотой Блэк Стар Бургер. Я обожаю Блэк Стар Бургер. Ну вот. И, короче, все бургеры я взял без салатов, без соусов. Короче, просто булку и мясо. В общем, ждем собаку. Но перед тем, как мы ей дадим попробовать, я хочу спросить у вас, ребят, вы ждете вообще серию про мустанг? Потому что, ну, у меня закралось сомнение, что вы вообще забыли, что есть мустанг за 150 тысяч. Давайте 5000 лайков. И следующий видос я выпускаю, как мы уже чиним мустанг. Ну и там будем дрифтить. Ну, короче, будет круто. Поэтому 5000 лайкосов, ребят. И погнали, следующая серия про мустанг. Пес! Пес! Ребят, заканчиваем, заканчиваем. Сейчас у нас съемки начинаются. Давайте, давайте вот сюда. Давайте, все. Сейчас съем... Бургеры знаешь, что такое? Любишь бургеры? Какое выберешь? Нюхай. По всей видимости понравился пока что Макдональдс. Ну что, ребят, в первом раунде у нас сражается Бургер Кинг против Макдональдса. Мы разложимся и начнем. Как я уже говорил, у нас только котлета и только булка, чтобы собаку ничего не отвлекало. Посмотрите, какая красота сейчас достанется нашему другу псу. Мы возьмем половинку котлетки, чтобы собака не наелась. Это первая котлетка. И второй претендент это Макдональдс. Обычный гамбургер, тоже без всего. Просто котлета и булка. Ну что, первый раунд? Стоп. Смотри, вот это и вот это. Слушай, в первом раунде у нас побеждает Бургер Кингт. Бургер Кингт. И сразу же за ним идет Макдональдс. Ну что, ребят, у нас второй раунд. И во втором раунде Блэк Стар Бургер. Еще, кстати, теплый. Прикиньте, еще реально теплый Блэк Стар Бургер. Котлета тут на самом деле самая крутая прямо. Ну, кстати, вот она не пахнет. Тоже ни хрена не пахнет, как и у Макдональдса. Так, и у нас Соболев Бургер. Смотри, красная булочка. Знаешь, до что болело? Котлета тоже практически не пахнет у Соболева. Смотри, бурый. Сейчас позицию. Сейчас люди текут прям капитально. Смотри. Смотри, это или... Или это. Давай, выбирай. Стой. Смотри, может быть, все-таки это или вот это. Вот так давай положим. Воп. Соболева сожрала с потрохами. Найбэк Стар тоже сожрет. Ну что, ребят, приближаемся к финалу. У нас финалисты, получается, Соболев Бургер и Бургер Кинг. Сейчас Бурый быстренько решит, кто у нас победил. И кто достоин первого места. Ой, ну что, ты готов? Ты знаешь, кто ты? Вершитель судеб. Ты первая собака, составившая топ-4 бургеров, понимаешь? Причем самых крутых бургеров. Ну ты, конечно, ничего не понимаешь. Ты просто хочешь есть. Слюна течет. Давай, знаешь что, приступим. Выбирай. Смотри, этот или этот? Видимо, сложный выбор. Можно, можно, кушай. Выбирай. Так. Ну что, подводим итоги. Бурый, спасибо тебе большое, что принял участие в сегодняшнем выпуске. Если ребята захотят и, может, напишут в комментариях, какой топ еще сделать и из каких бургерных тебе привезти мясо, мы обязательно это заснимем. Ну а вы не забывайте ставить лайк, подписываться и целовать собак в нос, потому что собаки это так сильно любят. Правильно, бурый? Ложись, ложись, все. Ложись. Вот такой вот, ребят, у нас собачий выпуск. Бурый, по-моему, умер.